Рад всех приветствовать! В данном уроке мы рассмотрим, как установить Windows 7 с флешки. Здесь нет ничего сложного. Я набросал несколько этапов самой установки. Также я скину ссылку на стадию о том, как установить 7 с флешки. Немножко другим способом почитайте. А здесь же давайте начнем по пунктам. Первое, что нам нужно, это подготовить сам образ операционной системы Windows 7. Сейчас в интернете их множество. Можете скачать. И флешку. Флешку желательно около 4 гигабайта, можно даже больше. У меня сейчас на 16 гигабайт флешка стоит в ноутбуке. То есть в зависимости от того, какой образ вы скачаете. Скачайте небольшой образ, хорошо. Вставляете маленькую флешку. Скачаете большой, вставляете большую флешку. Также нам нужно место на жестком диске. Около 20 гигабайт минимум. То есть вы поставите операционную систему, плюс вы потом будете на нее вставить какой-то софт. И минимум вам надо будет свободного места 20 гигабайт. То есть если у вас сейчас есть оно, хорошо. Если вы будете отдельно ставить на какой-то раздел жесткого диска, значит мы будем делать отдельный раздел. Если на тот, на котором у вас уже установлена какая-то операционная система, хорошо. Будем ставить на тот. Далее. Второй этап. Создание загрузочной флешки. Это в принципе основной наш этап. То есть для некоторых он почему-то самый сложный. Хотя ничего тут такого нет. Нам нужна либо программа, либо мы это делаем при помощи командной строки. Ну, как показывает практика, с командной строкой не все дружат. Давайте разберемся с программой. Программа нам нужна Rufus. Вот так пишется. Rufus. Ссылочку на программу я скину под описанием данного видео. Она у меня уже где-то есть на компьютере, поэтому я просто ее найду в поиске. Запускаем от имени администратора ее. И смотрим. Устройство. То есть наша флешка. Вот она моя флешка на 16 гигабайт. Файловая система. Пускай так и будет NTFS. Здесь так и оставляем. И размер кластера так и оставляем. Что нам здесь нужно? Нам здесь нужно нажать на вот эту кнопочку, чтобы выбрать образ, который мы скачали. То есть мы будем монтировать данный образ на вот эту флешку, которая сейчас у нас установлена. Ищем образ. Вот он, Windows 7 64 бита у меня. Открываем. И жмем на кнопочку старт. Нам пишут, что все данные на диске будут уничтожены. Для выхода нажмите отмена, либо же нажмите ОК. Обратите внимание, чтобы стояла птичка, быстрое форматирование. То есть вам в любом случае нужно форматировать эту флешку. ОК. У меня флешка начала мигать. Пошел запуск, создание файловой системы. Значит все в порядке. Через несколько минут флешка данная отформатируется. И на нее запишется образ операционной системы. И теперь, для того, чтобы загрузиться из-под данной флешки, нам нужно поменять приоритетность загрузки. Делается это в биосе. Наверное многие уже знают, что это такое. Вот скриншот одного из биосов. То есть вам нужно перед загрузкой компьютера. Сейчас вы перезагружаете компьютер. Жмете либо F2, либо Delete. Либо F3. В общем смотрите модель вашего биоса. И читаете, как вам попасть в его настройки. То есть перед загрузкой либо Delete, либо F2. В этом случае F2. Либо заходите в раздел Boot. Запоминаем раздел Boot. Либо, если у вас немножко другой биос, то это будет Boot Sequence. И ставите, чтобы в самом верху у вас был USB HDD. То есть ваша флешка. Если вы загружаетесь из-под диска. Кто у нас сейчас меня слушает и хочет, может с диска поставить Windows. То значит наверх ставите диск. То есть не ваш жесткий диск. А именно ваш привод DVD. В данном же случае мы ставим флешку. Наверх. Сохраняем, перезагружаем. И видим перед собой уже следующую картину. Сейчас немножко подгрузится. У нас загружается черный экран. Это, кстати, моя статья про установку Windows 7. Загружается черный экран. И у нас написано. Нажмите любую кнопку для загрузки. С CD, либо DVD, либо USB. У вас будет написано. Мы нажимаем. Попадаем в следующий экранчик, где у нас загружаются файлы. Далее. Выбираем язык установки. Выбираем метод ввода русский. Нажимаем кнопочку установить. Наблюдаем начало установки. Здесь это все нам неинтересно. Соглашение мы принимаем. Выбираем полная установка. Не обновление, а полная установка. И вот сюда попадаем. Попадаем. Что это такое? Это у нас все разделы нашего жесткого диска. То есть, здесь у меня было 19,5 ГБ. А свободно было 540. То есть, это то, о чем я говорил. Я выделил системный диск под систему на 20 ГБ. Нажимаем кнопочку форматировать. И становится свободно 19,4 ГБ. Все. Теперь на этот раздел можно устанавливать операционную систему. Пошла у нас установка. Запускаются службы. Вы вводите имя компьютера, имя пользователя. В принципе, дальше уже тут неинтересно будет. Но все-таки дослушайте. Пароль. Оставляете здесь все пусто. Если не хотите запаролить вашу учетную запись. Если хотите поставить пароль на вход в компьютер. То ставите сюда пароль и подсказку. Ключ продукта оставляете так, не заполненным. Если есть ключ продукта, то заполняете. Здесь используем рекомендуемые параметры. И все. На этом наша операционная система установлена. И еще хотелось бы вернуться немножко вверх. И сказать, что если вот здесь вы хотите создать еще один раздел под вашу операционную систему. То существуют кнопочки удалить, либо создать. То есть вы либо поудаляете все разделы полностью. И заново посоздаете. То есть вы полностью переформатируете ваш жесткий диск. Удаляете все разделы. Создаете один под операционную систему. Допустим на 20, на 40, на 50 гигабайт. А остальное вы делите под фильмы, музыку, данные какие-то. Хочется здесь отметить, что если у вас какие-то важные данные на жестком диске есть. То лучше так не делать. Потому что они все будут уничтожены. Вот. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Ссылку на урок в текстовом виде я в описании данного видео скину. До свидания.